Роскоши есть вкус. Нейл Перри. Свежее и быстрое. Добро пожаловать. Сегодня с вами я, Нейл Перри, и великий повар из Бонрекорда, Армандо Перкуку. Как ты, приятель? Как ты и рад видеть тебя. Всегда приятно готовить здесь с тобой. Сегодня я собираюсь сделать простые маленькие рулетики по своему рецепту. Рулетики. А ты будешь смотреть и думать, боже, что он делает. Да нет, что ты уверен, что замечательно получится. А что будешь готовить ты? Своё собственное блюдо. Инжир с горгонзолой и ветчиной. Это одно из фирменных блюд. Я ел много раз. Я всегда в восторге. Спасибо. Приступим. Добрый день. Добрый день. Добро пожаловать. Я начну с действительно очень быстрого томатного соуса. Верно. Возьмём итальянские помидоры. Они более несистые, у них меньше семечек. И в это время года они в отличном состоянии. Лето. Мы не везли помидоры из Италии. А нам и не нужны помидоры из Италии. Нам не нужны помидоры из Италии. Важный момент в этом соусе – это снять кожуру с помидоров. Верно, Армандо? Не всегда, не всегда. Это не всегда необходимо. Так как соус должен готовиться очень быстро, я просто сильно его разогрею. Получится почти как тёплый винегрет. Вообще-то мы делаем неаполитанский соус. Да, кожуру не надо снимать. Фантастика. По классическому рецепту, чтобы помидор держал форму. Да, немного чеснока и сладкого лука. Как следует приправе морской солью. Кладём помидоры, встряхнём. Вот так. Красивые и свежие. Спасибо. Пусть потушится несколько секунд. Скажи, а для прекрасной свежей сальсы помидоры должны быть какого-то определённого сорта? Да, да. Ведь вкус блюда сильно зависит от помидоров. Очень сильно. И о вкусе помидоров. Мы можем взять помидоры в огороде? Их много в огороде. Этим утром особенно. Поразительно. Совершенно поразительно. Возьмём эту телятина. Вы только посмотрите на неё. Мы, наконец-то, нашли говядину в этой стране. Это малая часть. Вообще-то, я собираюсь выключить соус такой свежий, в смысле, как нужно для сальса. Чуть сыроват. Анчоус. Не обязательно делать рулить, кимин, с этими травами. Немного чабреца. Вы ведь можете добавить в это блюдо любые травы, да? В основном петрушку или базилик, или даже чабрец. Скатываем рулетик. Очень свободно. Нужно только отрезать лишний кусочек. Получился маленький. Воткнём зубочистку. Замечательно. Когда вы делаете рулетики в вашем ресторане, вы их панируете? Да. Сковородку на огонь. И оливковое масло. Конечно, что же ещё? Ты бы пропал без этого масла. Сливочному нет. Оливковому – да. Оливковое масло. Немного соли. Я хочу получить красивый цвет. У вас чудесные тарелочки с непроским рисунком. Вы не обязаны держать только белый, да? Нет, не обязаны. Особенно в деревне, если говорить про эту страну. Но на белой тарелке лучше всего демонстрировать еду. Но это в ресторане. Да, в ресторане. Но когда ты дома, особенно в деревне, хочется чего-то более яркого, цветного. Да. И если быть честным, голубой цвет не очень отвлекает от еды. Эта тарелочка очень элегантная, маленькая, почти готова. Самое важное для меня – это то, что вы не убиваете мясо, когда слегка обжариваете. Да, это самое важное. Просто горит. Просто прекрасно. Не переживай. Кладём помидоры. Замечательно. Потушим всё вместе. Побольше этого прекрасного. Это не просто укроп, это фенхель, сладкий укроп. Замечательно. Чудесный свежий фенхель. Я знаю, что вы, итальянцы, его очень любите. Да. Он у вас растёт повсюду. Абсолютно. Так, ещё перцу. Плеснём ещё. Оливкового масла. Вынимаем зубочистки. Они несъедобны. Что скажешь? Не в моём вкусе, честно признаюсь. Выкладываем. Теперь. Наши рулетики на тарелку. Как ты говорил, это фастфуд. Да? Да, фастфуд, но не ерунда. Они прекрасны. Свежие помидоры, свежие ингредиенты. Оливковое масло, прекрасная говядина. А какой аромат. Бог мой, запах фантастический. Только взгляни, как они чудесны. Легкие, свежие. На тарелке нет ничего пережаренного. Просто замечательно. Именно так вы должны питаться дома. Мы хотим, чтобы именно такой была домашняя семейная еда. Да. Мне кажется, сюда подойдёт печёный картофель с розмарином или салатом. Ты прав. Печёный картофель с розмарином. И дополнить вином. Фантастика. Маленькие рулетики, вдохновлённые этим великим поваром. Спасибо. Телятина. Итальянские помидоры. Чеснок. Сладкий лук. Листья фенхеля. Анчоусы. Чебрец. Соль и перец. Оливковое масло первичного отжима. Английское слово «телятина» произошло от латинского «vitellus», означающего «телёнок». Нил, теперь моя очередь показать тебе одно из блюд, которым гордится наш ресторан. Это инжир с горгонзолой и ветчиной. Мы всегда ждём сезон инжира в вашем ресторане. Это так. Если у вас нет нарезки, попросите мясника тонкую, очень тонкую ветчину, потому что толстую, тяжело жевать. Мясника или кулинара. Хорошего кулинара. Аккуратно заворачиваем в ветчину. Как красиво свернул. И зубочистки прямо втыкаешь, чтобы держалось. Это очень-очень просто. Положить сливочное масло. Несолёное сливочное масло, Армандо. Нужно использовать несолёное. Несолёное, несолёное. И, как вы могли заметить, я не использую соль, потому что сыр горгонзола сам очень солёный. Весьма солёный. А если вы готовите с чем-то другим, то лучше посолить, чтобы держать всё под контролем. Верно. Контролируйте ваше блюдо. Ещё немного горгонзола. В этом чудесном сыре много сливок. Поэтому он плавится. Очень чудесный. И сливки. Совсем немного. Нет, не беспокойся об этом. Определённо, так можно и поправиться. Можно, но это не важно. Еда создана специально, чтобы есть. Ты готовишь инжир с горгонзолой только раз в неделю. Этот вкуснейший инжир. Да, это так. Приходите в Бон Рикардо раз в неделю. На исходе лета или осенью. Сейчас самое главное, чтобы весь сыр полностью расплавился. Постарайтесь, чтобы не подгорело. Поэтому огонь должен быть не очень сильным. Не очень, иначе подгорит. Ну вот и всё. Это готово. Если будете готовить дома, то ощутите этот фантастический запах. Ещё одна радость от готовки. Да. Если вы готовите дома, готовьте на глазах у гостей. Попробуйте разместить ваших гостей на кухне. Это лучшее начало вечеринки. Это развлечение, да. Вы будете с друзьями, с вашими гостями. Ещё и наслаждение от еды. Наслаждайтесь едой и бокалом вина. Любите ваш дом. А если вы не любите свой дом, приходите в наш ресторан. Вот так, просто, почаще. И мы вас ждём. Большой плюс итальянской кухни в том, что помимо прекрасного вкуса, чудесных продуктов и простоты, вам ещё и не придётся готовить всю ночь. Не придётся. Это самое лучшее. Какая температура духовки? Температура 200 градусов. Потому что всё должно быть очень быстрым. Нельзя ждать очень долго. Иначе инжир расплавится, и сок смешается с горгонзолой. Фантастика. Заворачиваем. Позволь тебе помочь. Спасибо. Ставим в духовку на 6-7 минут. А потом вынимаем. А теперь я приготовлю очень простое блюдо с пастой. Можно использовать спагетти, любую пасту, которую хотите. Только это должна быть длинная паста, не короткая. А теперь очень просто и по-летнему приготовим помидоры. Черри или обычный, неважно. Ты знаешь, я должен поговорить с итальянским консулом, чтобы тебе дали итальянское гражданство. Ты готовишь из итальянских ингредиентов. А я люблю итальянскую кухню. Вернёмся к пасте. Свежая паста больше подходит для соусов типа рагу. Верно, в Неаполе мы в основном используем пасту типа фитучини, как лучшую для рагу. Да. Или с равиоли. Или тортеллини. Она не даёт слишком сильный вкус. Да. Прекрасные помидоры среди лета. Посмотри, какая красота. Чудесный цвет. Немного оливкового масла, чили. Я бы мог добавить чеснок, лук, но я не хочу готовить долго. Пусть всё будет красивым. И всё пусть будет свежим. Пусть всё будет свежим. Это лето. Да. Кладём помидоры. Польём красным винным соусом. Конечно. Соль. А теперь этот прекрасный уксус из Испании, который я люблю. Хотя итальянские тоже хороши. Пахнет потрясающе. Побольше свежемолотого перца. Побольше свежей нарезанной петрушки. Я чувствую, паста уже готова. Прекрасно. Если не возражаешь, я предложу тебе это блюдо. Тебе не кажется, что это прекрасное сочетание? Почти итальянская паста и великолепная японская керамика. Как хорошо, что нам доступно японское искусство. Нам повезло, что мы в Австралии. Смесь культур? Да, в Австралии мы можем использовать достижения разных культур. Это верно. В других странах вы будете как дома. Правильно, еще немного. Для меня это настоящий вкус лета. Да, полюбуйся. Прекрасное блюдо, чудесная паста, восхитительные томаты. Невероятно. И в завершение осталось немного. Совсем чуть-чуть последний штрих. Сыр пармезан. Разве не прекрасная трапеза? Большое блюдо в центре, и каждый себе накладывает. И чудесный салат в придачу. Паста, красный чили, помидоры черри, красный винный уксус, листья базилика, петрушка, сыр пармезан, соль и перец, оливковое масло первичного отжима. В среднем австралийцы съедают 4 килограмма пасты ежегодно. Сравните, на человека в Италии приходится 28,5 килограммов. Какое прекрасное совпадение. Моя паста готова, мой инжер тоже. Инжер совершенно готов. Вынимаем зубочистки. Если хочешь, я предположу, что ты увлекся керамикой, и поэтому выбрал именно это блюдо. Возможно, но если бы у тебя была красивая медная посуда, было бы чудесно. Только посмотри на это, фантастика. Совершенно чудесно. Ты молодец. Видишь, сок инжира попал в горгонзола. Да, это дает сладость и кислоту между соком. Чудесно. В середине инжир полностью расплавился. Совершенно. И соль ветчины, и соль сыра. Да, верно. Потрясающе. Вот так. Не надо класть много горгонзолы, только чтобы хватило на кусочек хлеба. Да, нужен хлеб. Не забудьте о хлебе, если он вам нужен. Прекрасный итальянский хлеб. Вот так. Выглядит великолепно. Спасибо. Итак, нам нужно вот эта паста, салат, хлеб, бокал красного вина, и можно... можно есть. Вот именно. Свежий инжир, ветчина, сливочное масло, сливки, горгонзола и зубочистки. Инжир – самый сладкий фрукт. Он содержит 55% сахара. Позже Армандо приготовит вкуснейшую пасту фритату, а я поэкспериментирую с инжиром, крахмалом, маскарпоне и кокосовыми сливками. Свежие и быстрые, свежие и быстрые. Нейл Перри. Добро пожаловать на нашу прекрасную ферму Армандо. Что у тебя там для нас сегодня? Это почти итальянская классика. Во всей Италии с севера до юга. Да. Готовят пасту фритату. Прекрасно. Ты возьмешь яйца с фермы? Да. Моих цыплят. Твоих командных цыплят. Поразительно. Итак, яйца, соль и перец. Всегда много соли и перца. Это прекрасно. Прекрасно, потому что я люблю крупное. Да, потому что это фритата. Деревенское блюдо. И замечательно, что вы можете использовать любой перец. Белый, черный, крупнозернистый, любой. Совершенно. Сыр пармезан. Не жалейте сыра. Пожалуйста, будьте очень щедрыми, особенно с яйцами. Он особенно хорош с яйцами. Прекрасно. Просто прекрасно. Это настоящий пармезан. Это такой специальный сорт. Да, отличный кулинарный. Если у вас есть бекон, или ветчина, или салями, неважно. Или остаток окорока. Чтобы вы сюда не положили, все подойдет. Вы можете сделать это блюдо полностью вегетарианским. Замените окорок помидорами. Верно. Кладем помидоры. Просто фантастика. Прекрасно. Они не очищены. Просто нарезаны. Не режьте слишком крупно. Вам не надо ничего готовить. В этом секрет нашего блюда. Так, а теперь с пастой. Это может быть любая паста, пенне, спагетти. Да, сейчас мы используем лигуини. Много петрушки. Это нетрадиционно. Очень мало кто добавляет оливки. Ну, я выращиваю оливки, и я люблю оливки и оливковое масло. Тебе нравятся оливки и оливковое масло. Самое лучшее в итальянской кухне – это оливки и оливковое масло. Но обычно с пастой. Позвольте мне сказать, если вы не кладете оливки, вы должны положить моцареллу. Верно. Но так как мы добавили оливки, то они будут соперничать с моцареллой. И так достаточно вкусов. Достаточно. А сыр пармезан с этим будет просто идеальным. Это хороший урок кулинарии. Все должно быть сбалансировано. Вот именно. Если у вас есть что-то соленое, то должно быть что-то сладкое. Как мы обсуждали вчера, если вы делаете барбекю, то вам нужно что-то кислое. Правильно, будьте аккуратнее с солью, потому что у вас уже есть бекон и оливки. Кладите поменьше соли. В любом случае, избыток соли – это не есть хорошо. Уже соленая. Паста уже сварилась. Еще вчера. Вчерашний ужин. Да, вчерашний ужин. Будучи щедрым человеком, ты всегда варишь больше пасты, чем нужно. Я же итальянец, большая мама. Уже выглядит потрясающе. Перемешаем как следует. Хорошо перемешаем. Яйца склеивают пасту. Склеивают. Чем больше яиц, тем лучше фритата. Правильно. Ну и прекрасно. Здорово. Можно использовать помидоры черри, римские, любые, любые. Лишь бы они были вкусными. Еще заметим, что мы используем неочищенные помидоры. Да, потому что это простое блюдо. Мы перевернем его, как пирог. Вам надо перевернуть его. У нас сегодня получится почти пикник. Паста, салат. Да. На десерт инжир, который я сейчас приготовлю. Инжирный десерт чудесный. Конечно, ведь сейчас самый сезон для инжира и помидоров. Лето. Вот именно. Дай-ка я помогу. Очень хорошо. Большинство думает, что ты приготовишь фритату из большого количества пасты и яиц. Но это будет пирог из пасты. Правильно? Нет, это будет настоящий пирог. А теперь в горячую духовку. Ее опять надо нагреть до 200 градусов. И на сколько? Если честно, то минут через 10 мы достанем. Посмотрим. Перевернем и поставим еще на 10 минут. Потому что я хочу, чтобы снаружи была корочка и осталась нежным внутри. Вот чего я добиваюсь. Понимаешь? А пока готовится, я сделаю... Сделаешь инжир? Инжир. Замечательно. Спасибо, Наил. Хорошо. Мы вновь будем готовить простое блюдо. Простота главная лично кухни. Да, но должно быть вкусно. Я бы назвал это инжирное карпаччо. А почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Правда, в Италии есть другой рецепт для инжирного карпаччо. Может, съездишь, посмотришь? А что? Я бы мог. Я тебе не верю. Но это не важно. То, что я готовлю, очень интересно. Но не надо делать блюдо слишком аккуратным. Да, не надо. Как будто бы выкладываете пирожные, но не из теста. Мы потом нальем немного сабайона. Это можно так назвать, потому что мы взбили сливки и молоко, настояное на кокосе, яйца вместе. Чудесно. И смешаем с маскарпоне. Согласно рецепту, который очень простой, все держится на инжире. Но это блюдо можно приготовить и с айвой, и с малиной, и с манго. Даже с бананом. Что с бананом? С бананом и кокосом просто чудесно. Но говорят, у нас больше не будет бананов, потому что они не занимаются сексом. Ты шутишь? У бананов нет секса. Вот поэтому через 10 лет бананов не будет. Я видел по телевизору. Как это произошло? Перейдем на корешки. Тапиока многим напоминает школьную еду, поэтому многие ее не любят. Но это прекрасная вещь, и азиатские десерты просто чудесны. Немного кокосовых сливок на тапиоку. Можно было бы сделать ее самому, но это требует много времени. Перемешаем, пока тапиока не начнет разделяться. Если вы делаете кокосовые сливки самостоятельно, дома, то можете их использовать. Пожалуйста. Для готовки. Для приготовления этого блюда. Это сабайон с маскарпоне. Надо настоять кокос со сливками и молоком, и через день смешать с яйцами. Залил горячей водой и добавил маскарпоне. Здесь очень мало холестерина. Да, мало. Чудесно. Замечательная фактура. Я в восторге от фактуры. Очень похоже на прекрасное желе. Язык проглотив. Все, что требуется, это нарезать фрукты, а это выложим в центр. Только и успевай выхватывать инжир. Да, просто невероятно вкусно. Свежее лето. Это чудесный летний десерт. Он так привлекательно выглядит, но на вкус он еще лучше. Свежий инжир, готовый крахмал, кокосовые сливки, сухой кокос, одинарные сливки, молоко, сахарная пудра, желтки, маскарпоне. По одной из версий, слово маскарпоне произошло от испанского выражения маскобуэно, которое означает «лучше, чем хорошо». Где же фритата? Подождите меня, фритата готова. Только взгляните. Вот и мы. Осторожнее. Все хорошо. Отличные блюда для пикника, деревенская еда. Спасибо. И мне кусочек. Превосходно. Правда? Да это просто фантастика. Удивительно. Да, такая вкуснотичь. Абсолютно идеальная еда. Прекрасная итальянская кухня, чудесная компания, хорошее вино, еда, окружение. Спасибо огромное. Спасибо. Ваше здоровье. Будьте здоровы. Хорошего аппетита. Ведущий Нейл Перри, композитор Энди Сидари, оператор Грег Кунг, продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова